Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! По мере ведения наших бесед возникают вопросы, в частности, вот, был такой вопрос насчет гастрита, вот, можно ли избавиться от гастрита раз и навсегда с помощью голодания? Что-то у этого человека никак не получается избавление от гастрита. И вот, в частности, я там посоветовал то и сё и пятое-десятое, но есть еще такие мелочи, как питание. Кстати, питание знают только некоторые специалисты в таком вот объеме, который позволяет работать с ним весьма успешно. Так вот, недоработка в питании приводит к тому, что начинают у нас недовосстанавливаться и слизистые оболочки. Вроде бы человек все делает, оздоравливается, то и все пятое-десятое, но где-то возникают проблемы. И вот, если мы решаем круг этих проблем, а результат у нас не получается, надо пристально внимание обратить на собственное питание. И вот, в частности, я сейчас как раз работаю, знаете, как вот учитель, который готовится к урокам, он просматривает там материал, там, намечает ключевые там темы, какие вопросы задать и прочее, прочее, прочее. И вот, в частности, я сейчас как раз прохожу свои целительные вот такие силы, надиктованные. Я уже их вывожу на всеобщее обозрение в виде начитанных аудиокниг. И вот как раз о витаминах идет глава. И смотрю, витамин А. Витамин А вот как раз в наше время с этими вирусными заболеваниями, когда иммунитет понижен, сезон года иммунитет тоже понижен, сухость, холод, это тоже влияет, ну и естественная пища. И сейчас широко распространены бронхолегочные заболевания. Бронхолегочные заболевания, это, как правило, поражение слизистых оболочек. Так вот, а как же их восстанавливать? И вот, проходя тему витаминов, первый витамин у нас А, как раз он отвечает за целостность и здоровье слизистых оболочек. Поэтому, если вот, что-то с гастритом не получается, я уже указал на разные вещи, которые могут влиять на то, что гастрит упорный. А посмотрите еще, как вы питаетесь, достаточно ли у вас в пище каротина, витамина А, для того, чтобы все было нормально. Плюс, здесь имеется еще диагностика, которая указывает по шелушению кожи, по многим другим вещам, вы все это услышите из этого видоса, что нехватка идет витамина А. Поэтому, вот можно колотиться, биться и толком ничего не получать. Плюс еще вот такая вот интересная вещь, далее вопрос был. Вот, я пью много воды, а сухость во рту остается. Оказывается, вот когда у нас имеется сухость, я уже даже не беру нашу кожу, я беру следующее, сухость в носу, беспричинно, сухость во рту. Это отражает уже сухость всех наших оболочек внутри организма. И плюс сухость глаз, вот такое впечатление, как будто туда песка там насыпали. Это также указывает на то, что имеется недостаток витамина А и каротина, из которой он там получается. Поэтому я вот вас отсылаю к этому видосу. Ну, естественно, смотрите, какой я труд делаю. Это ж надо тоже как-то оценить. Поэтому рекомендую становиться и спонсором. Там была бы какая-то оплата существенная. А так. И если вы действительно хотите узнать, познать, работать и воплотить в себе вот эти все эти знания с целью оздоровления, моложения, самореализации, значит, читайте, смотрите, вникайте в это дело. А не просто там где-то, знаете, понаслушались разных там курсиков или вообще там видосик так. Опа! С таким броским названием. Ну, на этом заканчиваем. Вас ждет увлекательная, увлекательный видос про витамин А и каротин. Витамин А, ретинол, красота кожи и защита от инфекции. Он содержится только в продуктах животного происхождения. В чистом виде это кристаллическое вещество светло-желтого цвета хорошо растворяется в жире, неустойчив к действию кислот, ультрафиолету, кислороду воздуха. Растительные пигменты каротиноиды играют роль провитамина А. Каротиноиды от латинского корота морковь относится к углеводным соединениям, которые в растениях обычно связаны с белками. Превращение каротина в витамин А происходит в стенке тонких кишок и в печени. Физиологическое значение витамина А. Витамин А оказывает влияние на развитие молодых организмов, состояние эпителиальных тканей, на процессы роста и формирования скелета, ночное зрение. Так, адаптация зрения к условиям различной освещенности длится около 8 минут при нормальных запасах витамина А и 30-40 минут при уменьшении их наполовину. Витамин А участвует в нормализации состояния и функции биологических мембран. В сочетании с витамином С он вызывает уменьшение липоидных отложений в стенках сосудов и снижение содержания холестерина в сыворотке крови. Особенно витамин А нужен щитовидной железе, печени и надпочечникам. Он один из витаминов, сохраняющих молодость. Например, он продлевает жизнь подопытным животным. Особенно много витамина А в печени морских животных. Вот почему препараты из печени этих животных, например, картрекс из печени черноморской акулы катрана очень ценны. Витамин А нужен ушам. Его нехватка может привести к ушным инфекциям и отразиться на механизме слуха. Его с большим успехом применяют в аллергической терапии. Установлено, что приступ сенной лихорадки можно полностью отразить принятием 150 тысяч МЕ 1МЕ равно 0,3 миллиграмма витамина А. Зарубежные врачи называют его линией обороны от болезни, так как целостность покровов и эпителия внутри тела, нормальная их работа первое условие здоровья. Недостаток витамина А широко распространен. Из-за этого происходит замедление реакции организма спортсменам на заметку. Так, в РГ проводили опыты с 152 шоферами, которые или не прошли водительские испытания или имели наибольший список дорожных происшествий. Им давали ежедневно по 150 тысяч МЕ витамина А, что привело, как сообщает Институт психологии транспорта, к значительному усилению их водительских способностей. Вообще, проблема дефицита витамина А остро стоит во всем мире. Производится лечение витаминов А. Так, в Индии детям в возрасте от 1 до 5 лет раз в полгода дают по 110 миллиграммов витамина А. Это 200 тысяч МЕ или 40 взрослых норм сразу. Среди детей, получивших две дозы, заболеваемость глаз сократилась на 75%. Запасы витамина А могут в печени составлять резерв 500-дневной потребности. Они откладываются там в форме эфира высших жирных кислот олеиновой, пальмитиновой и стеариновой. И возможно, по этой причине, несмотря на столь высокие запасы, не наблюдается явление гипервитаминоза. Заметим, что витамин А накапливается в печени из каротина, но не из витаминной диеты. Среди сельского населения острова Ява, питающихся неполированным рисом, зелеными овощами и фруктами, не наблюдается признаков нехватки витамина А. Наоборот, установлено, что снабжение витаминов А достаточно полное, хотя их пища не содержит молока, масла и почти лишена яиц. Потребность витамина А составляет 1,5 мг в сутки, что равняется приблизительно 5000 МЕ. 1 МЕ равняется 0,3 мг. Причем не менее 1,3 потребности должно быть удовлетворено за счет самого витамина А, а 2,3 за счет бета-каротина. Гипервитаминоз с витамина А встречается крайне редко, так как нужны необычайно высокие дозы, поступление которых в жизни трудно осуществить. Вот один из таких случаев. Английская газета Times сообщила о смерти ученого Брауна с 48 лет. В статье под заголовком «Морковная диета убила ученого» говорилось, как установил расследование в Кройдоне сторонник здоровой пищи, выпивавший по 8 пинт, а пинта равня 0,5 литра морковного сока в день был совершенно желтого цвета, когда умер. Врач заявил, что Браун умер от отравления витамином А. Уменьшают запасы витамина А алкоголь, канцерогены, висмут. Сильно уменьшение в диете белка с 18 до 3 процентов уменьшает отложение этого витамина в печени более чем в 2 раза. Разрушает его кислород воздуха, кислоты, ультрафиолетовые лучи. Прогоркание жиров ведет к разрушению витамина А. Важнейшие источники витамина А печень, сливочное масло, сливки, сыр, яичный желток, рыбий жир. При тепловой обработке витамин А значительно разрушается. Каротин Каротин ненасыщенный углеводород, оранжево-желтый пигмент, поэтому он находится в плодах, листьях цветов, имеющих оранжевый пигмент, окраску. Белок, связанный с каротином, является важнейшим фактором химической стабилизации его. В растворе, особенно при облучении и доступе кислорода, каротин легко разрушается. Физиологическое значение. Это, прежде всего, возможность снижения канцерогенного риска от облучения и табачного дыма путем регулярного употребления моркови. Часть бета-каротина, который не превращается в организм и витамин А, выполняет особые защитные функции. Уже теперь умеренное и регулярное употребление красной моркови и сока из нее можно рекомендовать в качестве фактора, снижающего риск развития преждевременного старения и опухоли. Это ценнейшая информация о каротине взята мной из книги Веленчика Биологические основы старения и долголетия. Полагается, что каротин усиливает действие половых гормонов. Содержание в плазме крови человека каротина колеблется от 80 до 230 миллиграмм процентов и зависит от поступления с пищей. При некоторых заболеваниях экзема, спру содержание каротина в крови составляет от 8 до 30 миллиграмм процентов. В организме человека он откладывается в печени, сердце, нервной ткани, костном мозгу, семенниках, яичниках, коже, особенно в стопах и ладонях. В виде масляного раствора бета-каротин два раза менее активен, чем витамин А. Исключительно важным фактором усвоения каротина является наличие в кишечнике желчи. Дети усваивают его хуже, чем взрослые. При очень больших дозах искусственного каротина усваивается 1-2%. В отличие от витамина А, каротин в больших дозах не токсичен и не вызывает гипервитаминоза. О важности в нашем питании витамина А и каротина говорят следующие факты. По данным ВОЗ от ОРЗ насморка, отита, ангины, бронхита, пневмонии, возникающих из-за нехватки витамина А, свыше 1 миллиона мужчин от 40 до 60 летнего возраста становятся инвалидами. Образование слюного камня на зубах, как считают специалисты, есть нежный признак скрытых патологических процессов. Образование камней в печени и почках вследствие нарушения обмена веществ при перерождении слизистых оболочек и развития воспалительных заболеваний. Вспомните из раздела о пищеварении, как быстро слущивается эпителий желудочно-кишечного тракта. И если он полноценно не успевает восстанавливаться, происходят самые разнообразные заболевания. Тут и язвы, и несварения, и полипы, и злокачественные новообразования. Причиной дефицита витамина А и каротина их много. Неполноценное питание, низкое содержание в продуктах, нарушение усвоения или повышенное потребление при заболеваниях, беременности, спортивных тренировках. У детей период интенсивного роста это 2-5 лет и полового созревания. В качестве профилактики регулярно на завтрак ешьте салат, содержащий много моркови или пейте морковный сок. Такого режима питания придерживался Поль Брех. Вот что он пишет в своей всемирно известной книге «Чудо голодания». Примерно через час после этого совершаю мой первый за день прием пищи. Обычно это салат из свежих овощей на основе моркови, капусты и зелени. Именно в этих продуктах каротина предостаточно. Суточная норма бета-каротина 6000 мейе. О витамине А и каротине в целом. Бета-каротин антиоксидант или противоокислитель. Если вы получили передозировку витамина А, у вас могут быть побочные явления. Принимая бета-каротин у вас передозировки не будет, так как организм возьмет из него столько витамина А, сколько ему надо. Остаток же будет действовать как противоокислитель. Без витамина А не может быть гладкой здоровой кожи и функциональной слизистой оболочки. Наша кожа становится шершавой, сухой, местами лопается и черствеет, на лице появляются угри, на теле нередко фурункулы. Витамин А стимулирует производство слизи, которое предохраняет тончайшую оболочку от высыхания. В поврежденных местах кожи и слизистой оболочки наносится быстрая инфекция. Появляется сухость в носу, горле, кишках и мочевых каналах. Поврежденная слизистая оболочка на бронхах и в легких ведет к неспособности их сопротивлению к болезням. Поэтому нередко бывает воспаление легких со смертельным исходом. Без витамина А клетки, производящие слизь, отмирают, образуется ороговевший слой в легких, желудке, кишечнике, мочевом пузыре, половых органах, а также на коже. Следствием этого могут стать боли в желудке, нарушения пищеварения, воспалительные процессы в мочеполовой сферы и даже рак. Витамину А принадлежит решающую роль в осуществлении функциональной деятельности органов зрения. Он является компонентом белка, из которого состоит сетчатка глаза. По действиям света этот белок расцепляется, в результате чего зрительный нерв посылает в зрительный центр головного мозга импульс и человек видит, если его не хватает, неизбежно наступает расстройство зрения. Первый признак того, плохая видимость в сумерках и в темноте. Кроме того, нехватка витамина А ведет к высыханию и затвердению клеток роговицы. И тогда мы лишаемся защитной пленки слезной жидкости. Клетки отшелушиваются, слезные каналы закупориваются, наступает хроническая сухость глаз. При нехватке витамина А может быть замедление роста у детей. Рост в конечностях главным образом происходит в области суставов. Именно клетки хрящевой ткани наиболее активно участвуют в процессе обмена веществ и требуют большого количества витамина А. Витамин А укрепляет челюстные кости и таким образом предотвращает неправильный прикус, увеличивает устойчивость десен к инфекциям и воспалениям. Необходим слуху печени, особенно после болезни Боткина. Наши мускулы легко утомляются, в ушах появляется большое скопление серы, волосы и ногти становятся ломками и теряют свой блеск. Витамин А необходим и в такой деликатной сфере, как любую, секс и продолжение рода. Если витамина А недостаточно, то возникает дефицит сперматозоидов семенных клеток у мужчин и снижение полового лечения и бесплодие у женщин. Признаки недостаточности Почти 30% людей обладают запасами витамина А на пределе риска. Как результат поражение кожи, сухость, шелушение прыщи, подверженность инфекциям, в особенности респираторным, риниты, ларингиты, бронхиты. Ночная слепота с потери остатой зрения в сумерках. Сухость роговой оболочки глаз за счет закупорки слезного канала, эпителий которого подвергается ороговению. Плохой рост костей, астрология, то есть боли в суставах. Повреждается зубная эмаль. Потеря веса, замедленный рост, бессонница, чувство усталости, задержка полового развития у подростков и половые дисфункции у взрослых. Лечебно-профилактическое значение, торможение процессов старения организма, антиатеросклеротическое действие, что означает профилактику развития ишемической болезни сердца и сосудистых поражений сосудов головного мозга, профилактика развития онкологических заболеваний, применение у больных с атрофическим гастритом, снижением секреторной функции желудка, язвенной болезнью желудка в сочетании с пищей, содержащей цинк, при плохо заживающих ранах, ожогах, при обострении хронических заболеваний органов дыхания и мочевыделительной системы, для поддержания нормального состояния кожи, слизистых оболочек, костей, зубов, волос, десен, для лечения фрункулеза, карбункулов, трофических язв, помогает избавиться от старческих пигментных пятен, способствует поддержанию нормальной функции предстательной железы, особенно у мужчин старше 40 лет, необходим во время беременности и кормления грудью, способствует избавлению от многих расстройств зрения, сдерживает развитие глаукомы, повышает сопротивляемость организма к респираторным и другим инфекциям, укрепляет иммунитет, необходим для роста костей, обеспечения функций яичек и яичников, эмбрионального развития, дифференциации тканей, то есть образования из общей массы делящихся клеток плода органов и тканей, для регуляции роста. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, людям, страдающим изнурительными хроническими заболеваниями или длительное время имеющих высокую температуру, длительное время пребывающих в тяжелом стрессовом и эмоциональном состоянии, для восстановления после хирургического вмешательства или после тяжелых травм и ожогов, детям со слабленным иммунитетом. Естественные источники рекордсмены по содержанию бета-каротина щавель, тыква витаминная, морковь и особенно облепиховое масло, абрикос свежий, арбуз, зелень горчицы, кабачок грунтовой, капуста огородная, листья салата латука, молоко цельное от домашней коровы, морковь, облепиховое масло.